события дня номер 513 события дня евангелие от марка 1226 как эпиграф а о мертвых что они воскреснут разве не считали это у нас идет вчера за 9 опять ошибочка у меня тут уходит уже 514 тогда тогда за 9 мая семнадцатого года но тут у меня показано какие именно ролики поставлены смотреть можно новое сергей пишет христос воскресе это я уже читал то иван артюшкин спасибо вам после разговора с вами по скайпу я как бы вернулся с исповеди я благодарю бога за встречу с вами наталья чернова спаси христос игнатий тихонович на сегодняшний праздник подарила родственнику мужа свой новый завет очень рада он очень интересовался у многих с кем общаюсь из своего окружения православных нет даже евангелия это третья книга которую я подарила во славу христа надеюсь что не последнюю да оказалось он еще и моченый и рассказала что лучше обратиться геннадию фасту в абакане чтобы он ему разъяснил так как мне он не совсем поверил ссылался что крестился в минусинской старинной церкви и покрапили и его там водой и говорит крапленый а пишут буква крапленый это такие замечают жулики шулеры карты крапленые тут одна буква и как все меняет владимир галендухин пишет христос воскрес благодарю вас игнатий тихонович за слова вашего стихотворения день победы и ссылку на песню я полагаю каждому человеку стоит переосмыслить во свете библии эту дату главный праздник победы дал нам христос слава христу но одна вчера мне взяла замечание дескать песня хорошая вы что-то тут подставляете да я не говорю песня то плохая то ну пара пахла там порохом все правильно мертвые лежат вот владимир харитонов написал ее от ухманов музыку ну и знаю и что дальше то о чем говорите как это касается тебя да никак никак все что от победы было ничего нету все растеряно но это не только это но надо сказать что еще есть люди которые не в россии живут но они как на этот праздник вы должны никак поэтому на то умрешь тебе нужна эта победа не нужно вот поэтому я и написал другие слова о христе что он спаситель наш не ангелы победа нам принесли победу все день победы и слова другие совсем галина влеська на кузнец мир вам христос воскрес благодарю за христианские стихи к песне давида тухманова день победы собиралась их из вашего ролика застенографировать а вы гнать и тихонович вновь опередили и первым пришли на помощь даже такую крошечную а мне облегчение это сегодня сколько человек пишут говорят мы только думали о чем то вы сразу раз зашли я не знаю этого ничего там я бы откуда знал если они не писали на нашем приходе хорошая женщина с гитарой и головой обещала ей подарю да и сама буду петь спаси христос вас труды ваши не напрасны в нашем храме уже как год на русском считает библию зам воном во время богослужения и всегда после церковного славянского брат панамарь переводит на русский сам вона крестья священник купили только младенцев до года видишь как придумали евангелийские занятия и беседы проходят с победой царствие небесное вашему тяти тяти это отца мы звали так тихону у меня три дяди погибли на фронте отец без руки вернулся у нас в родне тоже много погибших в австрийских учебниках истории пишут о том что фашистскую германию победила американская армия вопрос тогда почему в россии такой большой бессмертный полк собирается каждый год на 9 мая в сша крошечный здравия и спасения молюсь богу о приезде к вам на ползунова 9 июня 2017 года и к деткам характеристику возьму своего священника и вот мне пишет интересно вчера один валентин стронин он себя называет писатель поэт и летописец живет где-то там на украине и он пишет вы знаете я вас в это самое время думал его откликнулись просто давно не общались сами дал бог объявилась игла игнатия один-один просто интересно есть для вас исследователь истин исследователь с большой буквы истины истин с большой буквы истин больших с большой буквы нет она одна истина тут сразу уже видно что человек не не христианин земного и небесного вытия а если христианин он не может так выражаться но я вижу он как одетый там знатными людьми там и генерал и я понимаю что и живет он хорошо я так и думал до сегодняшнего дня я бы не сказал пишет он что он вам конкурент он большой буквы знание закона божьего но я вас ему поведал а сейчас пошлю ваши изыскания в цифрах и фактах праведной жизни если не возражаете вся информация с вашего сайта и все-таки с днем победы много крови было и жертв во славу чью вопрос дальше подписывается летописец дайте ссылку легче искать это же не трудно на песню ну пожалуйста я ему дал наше день победы многим людям невдомек лев иудина колено в гроб возлёк никита колесников пишет вчера позвонил мне кто-то там просил голубей кто-то приехал я готов подробнее напиши вот он пишет интересно когда сегодня перед самым обедом набивал солому в мешке для самана возле володиного дома заметил как ко мне приближается машина нива номер 388 му как у игоря добунова со стороны моего дома а за стеклом лицо без бороды незнакомое думаю может кому из наших деревенских приехал ищет кого-то слегка кемнул ему головой стою жду что дальше смотрю на него а он на меня потом вышел мужчина лет за пятьдесят видно работящий сразу не понял что с ним а потом еще почуял что подвыпивший подошел протянул руку поздравляет с праздником я сразу и не понял с каким говорит они тут сеют поле недалеко работают на чеснокова соседа евгения долгова там у них еще пила рама есть он просит воды на уху рыбачит где-то я посмотрел на него вижу безобидный мужик поговорю с ним узнаю откуда он пошли к нашему колодцу я по ходу то и узнал от него кто он и откуда анатолий петрович имя ему вернее сказать назвался так он поведал ему что этот праздник мы не почитаем так о христиане а христос велел любить врагов про пять условий проживания в деревне устав он очень удивился что нельзя пить а еще больше удивился что нельзя курить про женщин спросила как женщинами говорю но кто женат может жить женщины по ходу беседу начал трезветь вспоминать что был здесь год назад возил песок кому-то еще кто-то из деревни хотел да он сейчас не может пенсионер работает как помощником у себя там а так всю жизнь возил людей шофером был далее увидел бутыли с водой набранной и спросил зачем они я показал на голубя от нее и белых голубков на ней он весь прям загорелся и спросил перевертыш или не знаю отвечая не видал говорит должны в полете кувыркаться у него кто-то знакомый голубей держит ему вдруг захотелось давай просить у меня не мои отвечаю сам-то я сомневаюсь надо ли они ему и в самом деле то протрезветь когда вспомнят ли про них рассказал про вас тогда кто вы про тюрьмы все такое а ему все охота голубей я решил позвонить вам для приличия говорю что нельзя они по парам все нельзя трогать он ваш номер просит вынес ему визитку пока он машину разворачивал обменялись ним телефонами мобильными говорит надо будет лес обращаться к нему там у них пилорама есть все но я отправил его с богом советую быть осторожным раз выпивший то а он говорит что тут недалеко и он совсем трезвый ну и уехал пишет рифка какая-то да я посмотрел это видео сразу меня задела такая подача мне показалось это неправильным но потом я посмотрела еще видео артура про никиту и про потеряевку думаю на видение романа малыша не нужно акцентировать внимание артура лёхин этот составитель роликов пишет игнатий тихонович подскажите пожалуйста у меня такой вопрос моя супруга готовится к крестной стать точной информации как готовится нет сказали что нужно знать какие-то молитвы и пройти какое-то собеседование не могли бы вы подсказать подробнее что нужно делать я отвечаю стать второй матерью ребенку и привести его к спасению во христе иисусе андрей александров пишет игнатий тихонов дорогой вы мой самый родной человек ведь самое близкое родство по крови христовой вы очень талантливы если талант понимать как степень искания бога считаю вас лучшим проповедником современности искренне благодарю за ваши труды во славу бога нашего иисуса христа я показываю где тут на что он опирается это проповеди в аудио формате mp3 с вашего youtube канала и небольшая просьба отредактируйте пожалуйста этот плейлист здесь не 150 проповедей но кто занимается сайтом я ему сразу эти данные скинул и вот валентин строне вдруг вышел такой знатный везде он там с людьми летописис и пишет интересно спасибо многоточие везде многоточие многоточие после каждых пяти слов многоточие нужна мне материальная помощь интересно нужно многоточие для миротворчества во имя господа нашего нигде не видно что верующий нипочем не видно ну и пенсии не хватает вот тебе на знатный такой же а грантами не пользуюсь какая гранта еще за гранты за что гранты только помощь друзей а такой был рубцов николай ничего не было по три рубля у всех выпрашивал поэт чё это такое живу у них то точно так же жил по людям питаюсь склочи ну а что складывать если тебя ничего нету на чужой счет питаешься то ездим по дорогам руси многоточие вот двух сторон многоточие ездим по дорогам руси и дальше проповедуем мир и любовь к ближним опять многоточие аминь что они могут проповедовать ничего абсолютно ничего не понимаю не понимаю мне не дано это понять как можно проповедовать там и о чем говорить но теперь посмотрим наши ресурсы коротко показать у нас мой мир я тут в шапке тут может писать я другой где с голубем там не надо там это дубль модераторы делают потом у нас есть большой православный форум игнатия лапкина легко найти его вот он здесь 1600 тем ну и далее это у нас видеоканал православный видеоканал тоже очень большой большой ресурс у нас тут шесть тысяч восемьсот девяносто четыре подписчика просмотров 6 миллионов двести сорок семь тысяч семьсот двадцать четыре ну и самих видеороликов 7000 наверное уже к сотне подходит вот такие данные ну и у нас дальше есть православный библейский сайт вот я его и выставляю во свете библии так он называется но и здесь самое ценное я ценю 4124 ответа по темам и вот снизу идем про русский язык я сейчас буду как раз из этой папки русский язык то брать отдельные вопросы и как отвечаю вопрос 1527 шестой том открытым оком христианца на руси отметила свое тысячелетие а библию на русский язык перевели всего лишь 1876 году и притом столько было препятствий этому со стороны церковников и даже когда перевели утвердили синодом это так называемый синодальный перевод то по сию пору не разрешает библейские тексты считать по-русски православных храмах если еще где на земле чтобы так люто ненавидели церковники библию не дозволяли понимать ее в храмах молящимся мы получили веру из греции там то хотя бы лучше дело обстоит и почему они нашим не подсказали то чтобы русские на понятном языке вели богослужение там не записка поступила когда в университетах я вел занятия ответ почему же они не хотели знать библию только потому что библия обличает всех архиереев и попов их веру против библии на родном языке воевали не только у нас в россии то уничтожая новые переводы библии как у профессора папского но и самой греции эта страница нам известно ли первый раз им перевели на понятный живой греческий язык только в 1630 году этот великий труд был окончен максимом калиполитом греческим монахом из города калиполь покровительство монаху патриарх константинопольский кирилл лукарист желавший оживить церковь застывшую в кошмаре обрядоверия предрассудков и в невежестве но даже у патриарха было много противников среди архиереев патриарха задушили как изменившему самому православию не меньше того но спустя 34 года синод постановил кавычки открыты священное писание должны считать не все кому заблагорассудится а лишь те кто проницает глубины духа проделал необходимое исследование то есть не народ может считать то только попы с архиереями и при том только очень образованная в 1703 году нашелся еще один энтузиаст греческий монах серафим он написал в прологе всю свою печаль что каждому доброму христианину необходимо считать библию и он упрекал архиерея в желание скрыть свое недостойное поведение держа людей в неведении серафима арестовали в россии уже и он так и умер далекой сибири в 1735 году за верность библии в 1836 году константинопольский патриархат приказал в своем указе сжечь все переводы библии на понятном греческом языке в 1836 году это было с профессором павским он перевел для студентов духовной академии академия не то что мирянина ли где-то не семинария даже и студенты академии не понимали о чем там написано там перевел 500 экземпляров на литографировали и все это розыск был и два экземпляра кое-как спрятали там гонение на него было такое непросто а профессор он воспитатель царских детей и даже это ему не помогло но опять появился человек мужественный очень грамотный неофит вам вас прекрасный рингвист библиист понявшись что в темноте народа и в абсолютной безграмотности духовной виновна только православная церковь полный перевод библии был опубликован в 1850 году в этом ему не помогла православная церковь а помогло только британское библейское общество священство же выступала дружно против этого перевода по неволе думаешь ну почему почему я все искал и находясь нашел у митрополита написано филарета императору говорит ваше императорское величество не разрешайте библию печатать если напечатает ее пропала россия революция будет а при чем тут революция да при том что люди поймут и сами они и дети их и умершие родители не знают пути в царство небесное священство же выступила дружно против этого перевода в 1833 году православный епископ острова крита переда предал сожжению найденные новые заветы ужас какой найденные книги безжалостно уничтожали с лютыми врагами в церкви настроенные против перевода паллица студенты изучавшие богословие взбунтовались во время смуты было убито 8 человек и правительству пришлось уйти в отставку в 1901 году запрет на использование библии на родном языке у грехов был отменен только в 1924 году ну и что 1924 год совсем не так и далеко вопрос закончен еще сейчас один возьмем посмотрим вопрос 2322 10 том открытым оком мне нигде не приходилось читать прослужение обновленцев чем они так перепугали приверженцев непонятного богослужения ответ из книги богослужебный язык русской церкви страница 168 епископ антонин грановский он пишет тихону ненависты наши богослужебные порядки он душит в нас ту свежесть обряда которым мы дышим и живем он наш душегуб наш представитель покровитель закоснелого отупевшего о механизированного выдохнувшейся поповства и мы отходим от его злобы отрезая прах его от своих ног во имя мира и для единения в духе любви мы не должны в угоду тупости тихона патриарха отказаться от русского языка богослужения видите как я ничего этого не говорю а он должен благословить одинаковые славянские русские тихон неправ сто раз неправ преследуя наш обряд и называя нас сумасшедшими и мы во имя священного воодушевления своего во имя жизненной и нравственной правоты своей не можем уступить ему издаться это значило бы потворствовать человеческой близорукости узости абскурантизму корыстничеству и отдавать правду и свежесть христову на попрание отупевшему поповству вот как разрушила суждали на соборе союза церковное возрождение 1924 году была принята следующая резолюция кавычки открыты переход на русский язык богослужения признать чрезвычайно ценным важным приобретением культовой реформы и неуклонно вводить его как могучее орудие раскрепощения верующей мысли от магизма слов и отогнания суеверного раболепства перед формулой живой родной всем общий язык один он дает разумность смысл свежесть религиозному чувству понимая цену и делая совсем не нужным в молитве посредника переводчика спеца чародея 171 страница антонин грановский рассказывал как он предлагал в 1924 году верующим похлопотать у власти открытие одного храма но с условием принять русский язык и открыть алтарь верующие обратились за советом к патриарху тихону и он ответил пусть лучший церковь провалится а на этих условиях не берите антонин говорил посмотрите на сектантов всех толков никто не устраивать своих молельных скворечников все католичество вся реформация держит алтари от гороженными но открытыми страница 172 антонин кавычка открыта слава иисусу христу антонин в полном архиерейском облачении возвышается посреди храма в окружении прочего духовенства он возглашает отвечает и поет весь народ никаких певших никакого особого псаломщика и лещица у всех ревнителей служебного благочестия церковного устава волосы дыбом становятся когда они побывают в заиконоспасском монастыре у антонина не слышать паки и паки и иже и речи все от начала до конца по-русски вместо живот говорят житие но этого мало их тени и совершенно не узнаешь антонин все прошения модернизировал алтарь открыт все время в будущем он обещает уничтожить алтарь и водрузить престол посреди храма страница 182 чтение священного писания лицом к народу как в греческой церкви и чтение тайных молитв во всеуслышание деяние 1720 ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши посему хотим знать что это такое деяние апостола 22 2 услышав же что он заговорил с ними на еврейском языке они еще более утихли господь иакова колодец посетил глубокий разговор завел с распутной все тайники души ее осветил последние сложности вопрос ее распутал она узнала знаем также мы что бог есть дух а не иконный лик запишет иоанн в ответ для той жены он воскресил и нас из-под могильных плит он ищет поклоняющихся в духе презренной самарянки вдруг открыл себя вселенная ее удел теперь не кухня за благовестнейшей шпионят и следят ее судьба житийная известна Фатиной звать по нашему Светланой всем милая сестра Христу она невеста замужняя одна ли не это ныне главное униженная как она раскрылась свидетельстве Иисуса прославляя благоуханию словесу удивились вселенная от края до края те жены первые подобно Магдалине с мужьями вместе или же одни евангелие сеяли до ныне примерно на века апостольские дни куда же провалились те колодцы что сделалось со спутницей света их запечатали по кельям с похотью бороться как бога слушаться игумени советов у них отняли мыло и виходку и проще что чистит чистоту хранит слепые без писания монастырям находка упрямство в этих женах крепче чем гранит переодевались под емных кастратов и причащались под именем чужим колодцы лжи театр теней бесплатный роль женский сможешь ли проснуться и ожить 19 сентября четвертого года я считаю один у меня нету и никиты не володи ну и всего то ничего я просчитал тут это двадцать шесть что ли минут и уже больше не могу и плохо вижу и задыхаюсь у меня с бронхами плохо так что на этом я прощаюсь с вами дорогие друзья кто тут был дать о себе знать до конца ну-ка прости христос так еще кто все тут двое остались только но это хорошо ну на этом все до свидания а я куда ну я ты ты вторая есть вторая все 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 ты есть 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 что ты что ты да разве я могу против да что ты спасибо ну ладно давайте с богом благодарю я отключаю вас если вам слышно меня отключите тоже дальше дальше